всем привет с вами канал все про android и сегодня речь пойдет о приложении которое называется playstock что может данное приложение приложение позволяет выводить изображение с персонального компьютера как по wi-fi так и по 3g сетям сюда же соответственно вы понимаете что включается сети lte 4g для чего нужно это приложение приложение позволяет удаленно управлять персональным компьютером со своего android смартфона или планшета установка приложения не требует особых навыков достаточно перейти на сайт сплэштоп просто забить яндексе или google поиск сплэштоп и вас отправят на персональный сайт рекомендую воспользоваться google переводчиком для того чтобы почитать о том как какие есть возможности у данного приложения но я приложение уже установил на свой смартфон установил также стример который вам надо будет установить на один персональный компьютер и сейчас установим стример на второй персональный компьютер идет загрузочка подождем пока загрузится стример и остальное что надо будет это после того как загрузится стример установить его на свой персональный компьютер скажу сразу что стример можно устанавливать на несколько компьютеров а на вашем смартфоне достаточно будет версии сплэштоп для android который можно скачать как с сайта так и с android маркета сейчас я коротко продемонстрирую как работает сплэштоп на android и мы в процессе установим сплэштоп на второй мой персональный стример на второй персональный компьютер на мой ноутбук и посмотрим как все дело это работает с двумя компьютерами вот сейчас я запускаю сплэштоп вот компьютер который на котором уже установлен стример скажу сразу что вход я закрыл защитным кодом сейчас я его введу и и мы войдем на персональный компьютер который стоит у меня во второй комнате соединение будет по вай фай но я тестировал соединение по мобильной сети скажу что все великолепно работает и все чудесно подключается сейчас я ввожу код и заходим на персональный компьютер вот на котором уже установлен стример и итак код введен нажимаем окей и выполняется подключение там играет музыка я сейчас уменьшу звук чтобы не было никаких неприятностей у меня с ютубом и первое окошко которая нам открывается здесь режим подсказки этот режим можно отключить разобраться с приложением будет несложно то есть вот мы видим что происходит на персональном компьютере который расположен в другой комнате там сидит сынишка и играет в доту любимая его игра то есть вы видите что трансляция то есть вы видите что трансляция идет отлично никаких задержек нету есть возможность управлять зуммировать изображение сейчас сейчас я перейду другой режим и посмотрим что все четенько работает если вы видите какие это лаги то это только из за того что идет у меня запись на моем ноутбуке он просто не справляется с таким потоком данных по управлению управлению управление выводится на дисплей вашего смартфона или планшета при помощи вот этой вот нижней панели думаю разобраться здесь будет не сложно не буду затягивать потому что я хочу сделать просто короткий обзор а вы уже установив данное приложение сможете протестировать и просмотреть все возможности данного приложения скажу только одно что приложение мне понравилось и даже я получил возможность поиграть в одну из игр которые установлены на моем персональном компьютере прямо с дисплея своего планшета есть у меня планшет от компании i know Venus и получилось у меня поиграть ну вы понимаете что необходимо чтобы был хороший сигнал Wi-Fi или же соединение по сетям LTE сейчас во многих городах уже LTE есть поэтому скажу что скорости будет хватать прелесть приложения в том что помимо того что оно транслирует изображение на дисплей вашего смартфона еще трансляция идет из звука то есть вы получаете полноценную картинку которая сопровождается звуком звук идет из динамиков смартфона на настройки ну еще раз скажу что ну все очень просто все на русском языке достаточно установить стример сейчас я выйду завершу сеанс будем устанавливать стример на ноутбук подкачали сейчас установим разрешение ждем пока пройдет установочка и дальше я покажу возможности по управлению несколькими компьютерами данной программы итак переходим принимаем условия лицензионного соглашения здесь выбираем все пользователи компьютера и дожидаемся пока флештоп установится на персональный компьютер я уже как говорил что регистрировался здесь в этом окошке вы можете создать флештоп аккаунт что вам нужно будет сделать это вот нажать здесь create флештоп аккаунт ввести адрес действующей электронной почты поставить пароль и желательно конечно в вкладке безопасность создать защитный код и поставить чтобы этот код был востребован подтверждаем подтверждаете код вводите адрес электронной почты для того чтобы войти и вводите соответственно пароль для входа вводите еще раз повторюсь что я уже создал аккаунт на сайте скучтов поэтому код у меня будет осуществлен по паролю который я вводил при создании и вот теперь мы вошли есть у нас такой ярлычок что готово и пробуем посмотреть напомнить кожу и имеем теперь два персональных компьютера переключаться между компьютерами очень просто вводите защитный код который вы вводили во вкладке безопасность сейчас я покажу как это будет работать на моем ноутбуке нажимаем ok и переходим вот в окно подсказочек здесь можете просмотреть какие подсказки есть в принципе я уже это демонстрировал все довольно таки понятно никаких сложностей нету убрав галочку можете избавиться от надоедливых вот этих подставок которые будут и по управлению вот все как четко работает по сути это программа аналог TeamViewer по удаленному управлению ну сложностей никаких не возникло вот вот такой вот небольшой обзорчик программы которая называется слэш топ которая позволит удаленно вам управлять персональными компьютерами о количестве компьютеров вы можете почитать на сайте и думаю что многим пользователям которые хотят удаленно управлять своим компьютером или же компьютером своих товарищей которые не очень обознаны Windows и которых возникают проблемы думаю что эта программа пригодится и будет востребована еще раз скажу что необходимо пройти регистрацию на сайте сплэш топ скачать или с сайта или с маркета АПК для установки на андроид устройство и соответственно скачать стример с сайта для установки на компьютер которым вы хотите управлять вот такой вот короткий обзор на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч и в и